Дата не юбилейная, но отмечают с размахом. Сегодня поздравления принимают люди в белых халатах. Выпускники, студенты, учителя и практикующие врачи. Все те, кто осваивал лазы профессии в клиниках Самарского государственного медицинского университета. Многопрофильный лечебно-научно-образовательный комплекс федерального уровня был основан в 30-х годах прошлого века. Об успехах, достигнутых за 85-летнюю историю и планах на перспективу, узнала Анна Архипова. Учить, лечить и заниматься наукой. Три единые задачи. На ее основе в 30-х годах прошлого века создавался Дворец народного здравоохранения. Позже его переименовали в клиники медуниверситета. Уже тогда, на этапе становления здесь, разрабатывались уникальные для своего времени методики лечения и реабилитации пациентов. Сегодня врачи, студенты, профессорский состав, как и 85 лет назад, на передовой. Впервые в Приволжском федеральном округе на базе клиник созданы открытые лаборатории клинической биомеханики, отделение стационарной медицинской реабилитации и остеопороза. Уровень подготовки самарских врачей высоко оценили коллеги из Москвы. Мы только что были у нас в Токерии. Мы встречались, Геннадий Петрович, тоже были у нас встречи у меня. И Дарья Николаевич, очень много, часа полтора-два беседовали, обсуждали ситуацию у нас. И он сказал, что то, что я увидел в Гарьевой Центре, это абсолютно мировой уровень вещей. Абсолютно мировой уровень вещей. Здесь теория воплощается на практике. На 20 кафедрах клиник проходит профессиональную подготовку студенты, интерны, повышают квалификацию и практикующие врачи. Но главная ценность – это коллектив. Академики РАН, доктора и кандидаты медицинских наук, доценты, заслуженные врачи. Таков научный потенциал лечебного комплекса. За многолетний труд и большой вклад в развитие здравоохранения глава региона лично вручил государственные награды. Слово уважаемые коллеги, честно говоря, я не могу удивлять, что мне присуждена такая большая награда. Я работаю в коллективе высоких профессионалов. Это мои друзья, коллеги. Огромное спасибо, Николай Анатольевич. Человеческий потенциал – это основа основ, отметил губернатор. Сейчас нужно вернуть престиж профессии врача и доказать, что уровень подготовки наших медиков не уступает, а по некоторым показателям и превосходит иностранных коллег. Возможности для достижения в ближайшие годы будет больше, отметил губернатор. Скоро в Самаре откроется перинатальный центр. Он позволит принять почти в два раза больше маленьких пациентов и их мам. Впервые в одном здании совместят отделение сразу двух этапов – выхаживание малышей и хирургию. Анна Архипова, Алексей Гриднев, Новости губернии.